Всем привет и доброго утра вам. Мы вещаем сегодня из Тюмени, там мой сын. Мы едем по нашим делам. Верим, что это Божьи дела, потому что мы делаем Божьи с вами дела, что Бог с нами. И мое размышление сегодня касается очень простого принципа решения. Мы все очень прекрасно понимаем, так что каждый день мы с вами принимаем решения. Есть вещи определенные, которые никто за нас не может принять и решить, кроме нас с вами. Тем не менее, мы часто ответственность за решение возлагаем на других. Мы думаем, что другие виноваты или ответственны за то, что происходит. И даже, когда происходит что-то плохое или хорошее даже происходит, в любом случае наш отклик является нашим решением тому, что происходит. И когда Господь обращался к Израилю на горе благословения, и Он говорил им, чтобы они приняли решение, они выбрали в этот день, кому они будут служить. Это был выбор. Нужно было принять решение, нужно было сделать выбор. И, к сожалению, очень часто людям не хочется никакого решения принимать. Им просто хочется находиться в таком состоянии апатии, не думать, что именно другие все время виноваты в том, что происходит со мною. Но, в конце концов, я думаю, что ближе к концу нашей жизни мы начинаем лучше понимать, сколько возможностей возможно было упущено, сколько решений не было на самом деле принято. И только потому, что мы думали, что это не так важно. Именно этот дар, который нам дан, дар выбора, он лежит на нас. И особенно, то, как мы реагируем, то, как мы откликаемся на происходящее вокруг нас. И как удивительно, да, что один из самых, наверное, важных призывов, которые мы слышим из уст Господа и Его Слова, это чтобы мы приходили, чтобы мы приходили к Нему, приходили с дерзновением, приходили в смирение, приходили в благодарности. И это было чем-то, что является постоянным, чтобы мы были в этом постоянным, чтобы все, как бы, что мы решаем делать, все, через что мы проходим, оно проходило через вот этот фильтр, да, очень важный, важный, важный фильтр, фильтр Его присутствия, фильтр общения с Ним. Пусть Бог благословит вас увидеть ценность ваших решений и не откладывать определенные решения вашей жизни, когда вы стоите перед ними, и особенно решение ваше отношение с Иисусом Христом. Благослови вас Бог, спасибо, что вы с нами, спасибо всем, что мы можем быть с вами друзьями в единстве. Пока-пока.